Всем большой привет! Сегодняшнее видео о пустых баночках на канале Екбеш. Сегодня я вам расскажу, что у меня закончилось, и не только, но в общем-то, что закончилось, потому что вот эти штучки совсем чуть-чуть осталось. В принципе, чтоб не залеживалось, сразу покажу, расскажу, что понравилось, а что нет. Давайте начнем вот с такой штучки. Это дезодорирующий лосьон-спрей для женской интимной гигиены от компании Avon. Здесь 25 мл с легким цветочным ароматом. На ютюбе я слышала много отзывов, что он не понравился. Я же брызгала его на... ну, в общем, после бритья, он как бы такой чуть-чуть поджигает, и никаких раздражений нет. И я, например, сожалею, что его убрали, что перестали выпускать в Avon. Мне он понравился, что вот именно вот в этом плане он хорошо справляется. Даже получается, что сургодность, что это выпуск, не знаю, 14-й год. Мне понравился, очень жалко, что убрали. Я бы его заказывала, покупала, потому что просто я не знаю, где можно еще такую штучку покупать, но бюджетную. Я знаю, что есть. Это серия дорогая, это, конечно, по-моему, это Эпиген. Что-то, если я не ошибаюсь. Но она очень дорогая, там, 1000 рублей. Ну, не сравнится. В общем, мне понравилось. Далее шампунь Бесконечная свежесть. Тоже от Avon. У меня сейчас имбирь и манго закончилось. Это шампунь-ополаскиватель 2 в 1. Вот в этом шампуне мне очень понравился аромат. Видите, он желтенький. Аромат жвачки, аромат детства. Поэтому с удовольствием им пользовалась, мыла, потому что волосы еще продолжительное время пахнут этим ароматом. Ванна пахнет очень вкусно. Прямо как гель для душа. Суперски. Понравился очень. Здоровски. Гель для душа от Avon с экстрактом ягод Асайи. Такой я отдала мужу, что в тот раз, что в этот раз. Ну, такой приторный какой-то аромат меня он не зацепил. Поэтому с удовольствием я отдала ему. Там был еще гель с эвкалиптом. Он тоже, я ему отдала. С экстрактом эвкалипта. И вот это тоже. Он там допользовался. Пин для Ванна Орхидеи и Малина. Это уже мое. Красное, яркое, красивое. Ничего не красит. Ни ванну, ни руки, ни кожу. Поэтому я боялась просто, когда он не пришел. Ну, то есть я не очень-то боялась. Но мысли такие были, что вдруг что-то покрасится. Ничего не красится. Абсолютно приятный аромат. Шикарная пена. Далее шампунь. Шампунь. Я периодически покупаю этот шампунь, потому что он дает объем. Тут и написано, что он дает объем. Этот с экстрактом трав для жирных волос. Как раз, как они пишут здесь большой объем. Я стараюсь такие покупать большим объемом. 700 миллилитров. И в этот шампунь, если будет видно. Видите, он черный. Там сам-то он прозрачный, не черный. Я в этот шампунь добавила к этому, мумиё. Таблеточки мумиё. На большой объем. Вот блистер, да, один. С коробки я добавляю. Всегда. Вот закончился. Надо будет купить. И сделать ту же самую процедуру. Так. Это мужа. Пена для бритья. От Фаберлик. Да. Вот из этой серии. Я не знаю, сейчас она там есть. Еще нет. Он ведь уже даже поржавел. Долго пользовался. Хорошая пена. Пользовался, пользовался. Я им не пользовалась. Крем для рук. Для очень сухой кожи. С корритес, сладким миндалем, маслом, органового дерева. Это из последних покупок. 75 миллилитров. Шикарный крем. Тоже не смогла. Сразу полезла читать отзывы. Много отрицательных отзывов. Мне же очень понравился. Я не знаю, почему не нравится. Как он работает? Конечно же, все крема в основном... Девочки пишут, вот он плохо впитывается. Мы знаем все, в принципе, может быть, они не знают, что нужно на ночь наносить крем для рук. Питательные крема для рук, которые очень жирные. И одевать специальные перчаточки. И тогда вы утром встанете, пойдете смывать, у вас будет просто офигенный эффект. Будут бархатные ручки. Мы же это все не соблюдаем. У меня самой пока этих перчаток нет, и я их хочу приобрести. Этот крем, он впитывается. И потом на руке такое масло, маслица остается. Как будто вот растительным оливковым маслом по ручке намазала. Не знаю, мне нравится. И даже вот без этих перчаток на ночь я пользовалась с удовольствием. От фирмы Лиапетит Мерслие. Огуречный крем, увлажняющий, питает, увлажняет, защищает кожу с витамином Е. Он еще, видите, у меня тут есть чуть-чуть. Здесь от фирмы Калина. Здесь 45 мл. Ну, такой приятный аромат сладкий, который мне, кстати, не нравился. Я не пойму, почему так огурцы могут пахнуть. Не знаю, может, и витамин Е. Он такой бюджетный. Периодически я такие покупаю. В основном я его мазала на шею. И больше ничего не заметила. Красноту он не убирает. Я не знаю, вообще огуречный крем, а что-нибудь вообще убирает красноту. У меня на огурцы, на тоники огуречные, помню, как даже раздражение было. Ничего, ну, стандартный крем, бюджетненький. От Avon. Губная помада. Это тоже с увлажняющими, смягчающими компонентами. Интенсивная помощь. Avon Care. Так, бальзам для губ. Это из серии для сухой кожи. Там такой бальзам был. Ни раздражения, ничего меня не вызвало, потому что у меня раздражительные губы. То есть у меня может вылезти герпес. Этот бальзам для губ. Ничего такого не было, поэтому понравился, закончился. Я покажу, что он закончился. Вот. Вот он. Все. Классный вообще. Супер. Ну, некоторые говорят, что тоже обычный вазелин. Так. Лесной бальзам. Зубная паста. Прикорова точности диосин. С экстрактом пихты и коры дуба. Такая уже неоднократная. Это кедровый бальзам из фикс прайса. Ну, и зубной пастой в бюджетной пойдет. Так, далее. Опять сыворотка репейник. Профилактика облысения несмываемая, которая содержит экстракт репейника, перца и крапивы. Мне очень нравится. Я покупаю. Шампунь из фикс прайса, спа шампунь. Хотела купить, помню, штуки две. Но я последнюю забрала с витрины. И недавно была в фикс прайсе, и ее уже не было. Я сначала его не поняла. В прошлом видео о пустых баночках я рассказывала. Потом я поняла. Понравилось. И вот я еще раз прикупила. Очень понравился. Хорошо очищает волосы, да, скрипа. Мыло. Медовое. Удовольствие для рук и тела. Это от Фаберлик. Там сейчас серия есть такая медовая. Девочки. До сих пор пахнет прям этикетка просто. До сих пор пакетик 65 грамм пахнет. Лежала в ванной. И вообще супер-супер-супер. Туалетное мыло. Шикарное. Мне нравится. Пахнет ванная комната. Чуть-чуть подсушивает руки. Но на туалетное мыло оно естественно. То есть просто мыть тело, да, ванной не получится. Ну, там есть специальные гели, по-моему, в серии, да. И поэтому можно просто приобрести из этой серии гель для душа. Думаю, будет то же самое. Но я не пробовала, ничего сказать не могу. А вот мыло просто супер. Далее у меня закончился от компании Avon гель для душа. Это мой с маслом ши. Вот. Я могу сказать, что этот гель для душа... Какие гели для душа я только не пробовала. Этот гель для душа на данный момент для меня фаворит. Номер один. Это самый лучший гель для душа, который... Потому что он крем-гель. Он не сушит, ничего. Летом бы я таким, может быть, не захотела бы пользоваться. Если Avon на следующий год, на следующую зиму его еще не уберет. И я, может быть, его еще закажу. В ближайшее время нет. Просто мне не хочется пробовать одно и то же. Ну, вот и все. А так, на данный момент это самый лучший гель, который у меня вообще... Вот. У меня был. Очень вкусный аромат. Это масло ши супер. Шампунь-ополаскиватель. Клевер и черная смородина. Вот этот шампунь мне понравился аромат. А этот... Ну, что-то такое. Так себе, так себе. А так они по свойствам абсолютно одинаковые. Avon Naturals. На мой взгляд, они одинаковые такие какие-то все. Закончилась у меня пена для умывания. Я неоднократно покупала. Наверное, еще и буду покупать. Потому что она бюджетная. Это Белоруссия делает. От... Для проблемной кожи, да. Ну, от прыщей мне она не помогает. Но просто я умываюсь им. Вот и все. Фирма Biolita. Белоруссия. Зубная паста Colgate. 1, 2, 3. Далее зубная паста Herbal. Травяная. Травяная тут, по-моему. Что у нас тут? Не на русском написано. Ну, в общем, травяная там. Вот так вот так вот. Салфетки из FixPrice антибактериальные. Покупала. Покупать буду. Частин. 3 в 1. Средства санитарно-гигиенические. Тоже постоянно показываю. Ну, потому что я пользуюсь, покупаю. Их меняю раз в месяц по-любому. У мужа закончился гель для душа. Экстрим. Грейпфрукты. Кедр. Шампунь. Гель для душа. Ну, кстати, очень нежный, очень мягкий. Мне этот гель для душа, например, как аромат, мне не понравился. Ну, муж моется, понятное дело. Мылся. А мне не понравился аромат. Слишком слабый. Для мужчин мне нравятся очень яркие ароматы. Приторные, серьезные. Так. Моющий гель для рук с нежностью. Гамма-мелис. Ну, мыло для рук, да, так скажем. Ну, приятное такое мыло для ручек. Нежный аромат. Моет мыло. Понравился. Салфетки для интимной гигиены из фикс-прайса. Которые я использую также и для рук. Нормальные. У меня закончился гель для душа от ФА. Кашемир белая роза. Романтические моменты. Крем гель для душа. Очень вкусный. И он очень напоминает гель вот эти шампуни. То есть они такие с блеском идут. Ну, я когда в магазине покупала, я открыла, понюхала. И мне очень сразу захотелось его попробовать на себе. Единственное, что мне не нравится в этом геле, в этой упаковке, это крышечка, которая закругленная. Его нельзя будет вот так перевернуть. Приходится на стену как-то его там фиксировать. Нежели чем в Эйване вот здесь. Ну, там в Эйване сейчас поменялся дизайн у этих гелей для душа. Я не знаю, как будет потом. Нормально ли будет. В общем, всем могу посоветовать. Такой, знаете, согревающий тоже на зиму аромат. Кашемир Белая Роза. Глорекс для мытья полов. Удаляет аллергены. Чистит. Я считаю, что это средство даже лучше, чем Мистер Пропер. Мне понравилось. Буду еще периодически покупать. Обязательно. Далее у меня закончился крем. Для лица крем против первых морщин с органическим экстрактом зеленого чая. Подходит для всех типов кожи. Содержит активные органические компоненты. Ультранижная текстура. Фирма Органик Терапия. Ну, известная фирма для молодой кожи. Действительно. Я считаю, что у кого первые морщинки на 20 лет, можно. Зеленый чай. Она очень быстро впитывается. Я мазала на ночь, то очень быстро впитывалась. И кожа такая, знаете, бархатистая была. Днем вообще замечательно таким пользоваться. Потому что очень быстро впитывается. Могу всем посоветовать. Мне понравилось. Далее. Далее. Я куда-то потеряла... Вот у меня Собельник написано. Я потеряла, видимо, выкинули этот баночку, да? Просто покажу. Это гель-бальзам для суставов. Содержит экстракты. Вот вы видите. Перечисленный фирма 911. Я покупаю частенько. Спину мажешь, болит. И с пчелиным ядом. Вот здесь состав вот таков. Немножко состав отличается. Это гель-бальзам тоже для суставов. Но у меня больше не нужен для мышц. Мышцы же болят. И тут я бы для суставов взяла. Я просто на тот момент не почитала, что для суставов. С пчелиным ядом очень жгет. Поэтому мышцы расслабляются. И перестают нам хоть какое-то время болеть. Беспокоить нас. А вот Собельник... А, Собельник, по-моему, тоже. Я не помню сейчас, девочки. Сейчас ничего не могу сказать. Знаю, что с пчелиным ядом термоядерная штука. Вот. Такие вот штучки я еще покупаю для тела. Закончился у меня миф. С натуральными экстрактами алоэ вера. Ну, все мы его знаем. Миф я в основном часто покупаю. Поэтому... Вот. Закончилась у мужа туалетная водичка. Full Speed миниатюрка. Это она такая цитрусовая была. 30 миллилитров здесь. Знаете, мне кажется, аромат нестойкий, аромат нежный. Совсем... Я тоже люблю термоядерные ароматы. У мужчин так же чувствую на своем... На своем мужчине. Поэтому... Мне не понравился. Ну, он пользуется и молодец. Потому что я не очень люблю термо... Мужчину термоядерный хотел стать мужчин. Не очень люблю привередливых мужчин. У меня папа такой. Ему что-нибудь подаришь, а ему, бывает, не нравится аромат. Так что вот как-то так. Далее тоже показывала в предыдущих пустых баночках вот такую серию облепиха Сиберика, да. Я пошла и купила вот буквально вот где он... Вот с этим шампунем. Я купила еще вот этот бальзам, потому что мне он очень понравился. Начала я тоже он стоял-стоял, его не распробовала. В общем, мне нужен какой-то бальзам. Я купила этот. Мне этот бальзам очень нравится. Становятся мягкие волосы, очень хорошо расчесываются. Суперская. А шампунь вот покупать не стала. Шампуни и так без этого хочется другие попробовать. Недавно вот показывала. Купила краску, покрасилась. Русый цвет номер 7 от Палет. Крем-краска. Ну, что могу сказать. Цвет у меня такой не получился. Даже на мои три волосинки я покупаю две пачки. В этот раз взяла одну, и мне не хватило. В любом случае, мне вылазят светлые пряди. Поэтому, ну, что-то вот как-то у меня... Может быть, краска сама по себе. Вообще краска плохая. Парикмахеры ее не советуют. Говорят, что она сушит волосы. Но так оно и есть. Я даже вот чуть-чуть подержала. 25 минут у меня уже зачесалась голова после промывки. Да, и шея, как, блин, странно. Видно, что-то стекло на шею стало чесаться. Термоядерная, конечно, вещь. Но я вот почему-то покупаю. Ну, вот заходишь в магазин, все, что там стоит, и вот как-то берешь, и все. Может, потому что глянцевая упаковка, и вот думаешь, что будет все так же. Но у меня вот так не получилось. Так у меня не вышел такой у меня оттенок, цвет. Может, потому что я не взяла вторую еще коробочку. Вот буду перекрашиваться, в любом случае, недавно. И возьму уже другой, более серенький цвет. Светлоруса, что ли, там был. Такое коричневое я что-то не хочу. Я пытаюсь вообще подобрать еще по своей корне. Ну, не получается пока. Наверное, надо будет идти к парикмахеру, пусть он подгоняет сам. В общем, это все мои пустые баночки. Все, что у меня закончилось, я вам показала. Спасибо за просмотры. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok